Добрый вечер! У эфиры наивины для тех, кто цикавится станом экономики своего региона. У что-то дневной программе «Экономичная доведка» мы делимся актуальной информацией по разных направлениях. Глядите в выпуске. У Раду установил нормы споживания жильево-коммунальных послуг для разлику безнаявных жильевых субсидий. Ставку рефинансованию Беларуси до конца будущего года плануют знизить до 14-16% годовых. Як это адабьется на экономичном климате Беларуси, расслумажет эксперт. Сколько квартир будет побудовано селите на Гомельщине и как наш регион справляется с выполнением этого показчика, расскажет специалист. И на приконце программы – знакомство с ценами на Садовяную Городнину на рынках Гомеля. А зараз об этих и инших новинах – больше подробязна. У Рад Беларуси установил нормы споживания коммунальных послуг для разлику безнаявных жильевых субсидий. Они тучатся технического обслугования, капитального ремонта, санитарного утримания допоможных помешканий у жилого дома, технического обслугования лифта, гаража и холодного водозабеспечения, канализации, теплозабеспечения, обыходжения с твердыми коммунальными отходами. Так само вызначены нормы споживания послуг электро- и газозабеспечения. Например, по техническим обслугованием – это 20 квадратных метров агульной площади жилого помешкания на каждого зарегистрованного. Для непрацующих пенсионеров и непрацующих инвалидов норма установлена у межах агульной площади жилого помешкания. Что до водозабеспечения, то это 140 литров в сутки на человека. Подробязная информация об нормах споживания жилево-коммунальных послуг, а так само комментарии и парады специалистов – в нашей наступной программе. Покуржа нагадаю, что указ о предоставлении насильництву безнаявных жилевых субсидий для частковой компенсации платы за коммунальные послуги – почау денежать с первого кастричника. До помогу можно отримать, коли сумма коммунальных платежей превышает 20% от сукупного дохода семьи, якая живет в городе, и 15% у сельской мясовости. И только у межах их нормативного споживания. Ставку рефинансованию в Беларуси до конца 2017 года плануют снизить до 14-16% годовых. Нагадаю, в середине жнивня она складает 18%. На таком узровне по прогнозах специалистов и захавается до конца года. Селета процент ее изменшения оказался навод большим, чем по финансовых прогнозах. Так, с 1-го липеня Нацбанк снизил ставку рефинансования на 2 пункты – с 22% до 20% годовых. С 1-го мая так само на 2 – с 24% до 22%. С 1-го красавика – на 1 – с 25% до 24%. До этого ставка рефинансования менялась только летость в студене. Тогда она не снизилась, а на отворот повысилась на 5 пунктов – с 20% до 25% годовых. Основная задача, которая ставилась при снижении ставки рефинансирования – это снижение процентных ставок на денежном рынке. Такая мера позволила уже с начала 2016 года снизить среднюю процентную ставку по кредитам, которые выдаются юридическим лицам, с 34% до 23%. Это очень большое снижение, и мы можем ожидать, что вот такие меры будут способствовать активизации экономического развития. Тем более, что мы имеем достаточно отрицательные сегодня величины динамики нашего волового внутреннего продукта. Последние цифры, которые озвучили органы статистики – это снижение ВВП на 3%. Поэтому активизация экономического роста, она очень своевременна, и такая мера действительно эффективна и нужна для экономики сегодня. Зразумела экономика – это живый организм. Тому докладно спрогнозовать, что ставка рефинансирования будет только снижаться – нельга. Знешние факторы могут спровоковать и ее рост. Возможно, такие меры, но вместе с тем многие аналитики сегодня говорят, что все-таки снижение процентных ставок по кредитам, на которые влияет ставка рефинансирования, способно оживить экономику и активизировать экономический рост, способствовать развитию малого и среднего бизнеса. Ну и, конечно, тогда только можно будет вести речь о том, что экономика Республики Беларусь сможет преодолеть такие кризисные явления и показать положительную динамику. Увагуле основной метой грошовой кредитной политики на будущий год застанется снижение темпа уросту инфляции, да у зровню не выше за 9%. Забудовщики повинны будут обслуговать жилые комплексы на протягу 5-ти годов. Так, после аздачи дома, забудовщик повинен принять его эксплуатацию и на протягу означеного термина не передавать в жилево-эксплуатационные службы. Например, так уже робить в Минском районе. По словам специалистов, таки подыход повинен денежать для домов любой ступени комфортности – от премиум до эконом-класса. Это питание надзвыше актуальное, по кольке жиле узводится активно, а лей будовничих хибов достатково. И не завсюду они становятся видовочными в первые 2 годы, на протягу яких зараз домы находятся на обслуговании забудовщиков. А зараз к рыху статистики. Все лето в Гомельской области побудуют амаль 450 тысяч квадратных метров жилья. На 80% план поспели выконать. У регионе заявилось азвыше 5 тысяч новых кватер. Темпы строительства жилья в области превышают среднереспубликанские, составляют около 103%. И, если в абсолютном выражении, мы опережаем показатели прошлого года где-то на 10 тысяч квадратных метров. По темпам роста мы на первом месте в республике. Где-то рядом с нами Витебская область. Больше к третьей часткой жилья будуется для грамадян, которые стоят на улику для поляпшения жильевых умов. Причем, когда 75% от этого объема будуется с держподтрымкой. Когда поглядеть на географию забудовы, то и она размеркованная наступным чином. Основной центр строительства жилья в области – это наш, конечно, город. На него приходится где-то 44% от общего года по области. И темп жилищного строительства в городе выше среднеобластного составил 110%. Впечатляющими темпами строится жилье также в Мозырском, Светлогорском районах. Там темпы строительства таковы к уровню восьми месяцев прошлого года. Вод жилья превышен в полтора раза. То есть для сравнения, я могу сказать, цифры по республике за восемь месяцев текущего года в среднем аналогичный показатель составил 78,5%. Более третий жилья в области приходится на индивидуальное домостроение. Поэтому большая поддержка в программе жилищного строительства приходится именно на население области. И я хочу сказать, что, в общем-то, программа жилищного строительства для нашей области выполняется пока успешно. Мы надеемся, что она завершится успешно в этом году. Что до середнего кошта квадратного метра у новобудовлях, то зараз он складает около 700 динаминованных рублев. Протягиваем выпуск. А зараз традиционное знакомство с ценами на садовину и огороднину на гомерских рынках. Цены от их, что были на минулом тени, а май не одрозняются. Только зауважно подорожали огурки. Тень тому их можно было набыть в среднем по полтора рубли, а зараз уже по два с половой. Бульба кашту от 35 до 75 копеек. Кабачки – полтора рубли. Цыбуля на обо двух рынках – каля 50 копеек. Перец у сиреним – по 2 рубли. Помидоры от 80 копеек до 2 рублев. По рубля капуста белокачанная, каляровая – 2,5, брокколи – 3. Яблоки от 80 копеек до 2 рублев. Имбир – 5 рублев 30 копеек. Цены на эту и иншую садовину и огороднину – у таблицы. На этом у меня все. С вами была Марина Северьянова. Наступный выпуск экономичной доведки выйдет в эфир «Простый день». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин